Здравствуйте, друзья! У нас тут на экране герой недавнего сюжета. Да? Да, мы участвовали? Участвовал. Вот. Ну, закидали вас имейлами-то? Да, на данный момент около 170 имейлов. Так что хотят-то, что говорят? Или рассказывают свою историю, или просто спрашивают имейл, да? Ну, скажем так, процентов 40 спрашивают контакты юриста. Так. Из этих процентов 40 где-то процентов 35, которые не на территории США. Это Россия, Украина, другие страны, СНГ. А, так многие уже тут? Нет, они там, в том-то и дело. Они спрашивают о том, что нужно сделать, какие документы собрать, стоит ли собирать на данный момент документы. Вы же не можете им сказать, это же только специалист может. Да. Или есть советы какие-то? Ну, есть советы, все равно, во-первых, нужно выстроить, как бы, основную линию, по которой ты надеешься, что ты... Они же, наверное, не могут. Это все-таки надо, чтобы кто-то посоветовал грамотно. Ну, вот, я сейчас могу подсказать, потому что вопросов много. Как бы, я не юрист, я, опять же, повторюсь, я некоторым людям писал, я не юрист. Я не могу сказать, что именно подействует на, какие факторы подействуют на получение документов. Это может решить только офицер, либо, если не офицер, то уже в дальнейшем суд. В суде. Да, судья. Вот. Но, во-первых, помните, шансы у всех есть не вам решать, что подходит для вашего кейса и что не подходит. Вот. Но если у вас есть какая-то определенная там история, линия, постарайтесь по максимуму по ней подготовиться, подготовить все документы. Не обязательно их брать с собой, потому что сейчас очень ужесточен режим получения туристической визы. Даже если вы сюда приехали, не факт, что вы заедете на территорию США. Если будет какой-то личный досмотр или что-то еще, чего я очень боялся. Поэтому я никакие документы с собой не брал. Я понял. Если вы сюда заедете, то есть вы приземлитесь в аэропорту, не значит, что вы пройдете пограничный контроль. Да, конечно. Я этого больше всего беспокоился. Это часто бывает? Я первый раз слышал, что так это массово было. Ну, как бы нет, но даже если это будет 10 случаев из 100, это будет не очень приятно. Представьте себе, вскрыли ваш чемодан, а у вас там все документы подготовлены на подачу. Вскрывают? Могут. В зависимости от того, как ты себя ведешь, как ты реагируешь в очереди, как ты стоишь, когда проходишь паспортный контроль. То есть они так посмотрят? Если тебя трясут, конечно. Допустим, я когда проходил паспортный контроль, я так смотрю три очереди. Смотрю, ну, этот товарищ там всем улыбается, да, азиатской внешности, был офицер. Всем улыбается там туда-сюда. Думаю, ну, пойду к нему. А я уставший, у меня дорога заняла почти двое суток. Ой. Да, и я был в рубашке такой красивенькой, разноцветный. Наверное, турист приехал отдыхать. Думаю, да я пойду к нему. Он такой, я вижу там уже российские паспорта, украинские, я же узнаю по цветам как раз наши все. Приехали, проходит спокойно там минуту, отпечаток, как дела, сколько денег, все, все разбежались. Подхожу я, увидел мой синий паспорт. О, Молдова! По фразе О, Молдова, я понял, сейчас затянет самолёха. Вот. Начал спрашивать, почему я один. Ну, например, те же вопросы, что были в посольстве. Вот. Почему я один, сколько денег с собой, а что я буду делать. Я уже понял, к чему он клонит, и я уже ему в лоб сказал, говорю, у меня есть обратный билет, хочешь покажу? Я говорю, я уставший с дороги, давай либо что-то решать, либо ты меня пропускаешь, либо будем уже по-другому разговаривать. Ну, он сказал, нет-нет-нет, не надо, все, и так далее. Вот. И сказал, он спросил, почему я не с семьёй. Я сказал, что в следующий раз обязательно я возьму свою семью. Вот. И я прошёл. Вот. Как-то так. То есть, я понял. То есть, ребята вам пишут, и вы им что-то такое там индивидуальное советуете? Может, какой-нибудь блог заведёте, что ли? Я даже не знаю. Что же так каждый раз? Времени пока нет. Ну, ладно. То есть, мы что говорим? Пишите там. Я по возможности, я уже где-то на 100 с чем-то письма, я по возможности ответил. Я составил какую-то, кто спрашивал только email, контакты, я составил формочку. Копировать, вставить. Понял. А, ну, то есть, вы упростили. Да, да. Ну, как бы, зачем нагружать людей, если они только спрашивают контакты. Ну, и хорошо. Ладно. Я доволен, что у нас такой массовый канал. Смотри, вот вас там люди посмотрели, и всё-таки их много. Смотри, так вот реагируют с интересом. Да, замечательно. Ну, что же, спасибо. Я хочу сказать ребятам, что там же был у нас этот самый email многократно дан, правда? Да. Да. Я, если что, я сегодня его ещё раз освежу. Ну, хорошо. Прямо буквально через пару минут. Давайте. Я просто вас, я тогда, может быть, ваш email вставлю туда, чтобы не искать. Да? Да. И чтобы они знали, что он есть, тогда и пишите. Да. И я по возможности постараюсь на адекватные вопросы, потому что многие просят подробности моего кейса, и я этого делать не буду. Это несерьезно. Да. Хорошо. Счастливо. Спасибо. Всего доброго. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!